В Якутию на неделю приезжал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Федеральный чиновник посетил целый ряд социальных объектов. Один из главных – строящийся крупный реабилитационный центр для детей-инвалидов. Помимо этого, российский министр обсудил с руководством республики существующие проблемы в этой отрасли и предстоящие планы. Среди сказанного Топилиным за время пребывания в Якутии выделяется его мнение о том, что другим регионам есть чему поучиться у республики в исполнении программы «Доступная среда». Так как дела у Якутии на сегодня в этой области, демографической политики в целом. Репортаж Юлии Михайловой. Максим Топилин вначале посетил стройплощадку Республиканского детского реабилитационного центра на 100 мест стационара и 150 мест дневного пребывания. Новый центр распахнет свои двери в конце 2017-го. Его открытие улучшит ситуацию со своевременным оказанием медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам. Которых на сегодня в республике насчитывается почти 6 тысяч. Я называю статистическим проектом, потому что чем больше людей мы в детстве поставим на ноги, это как бы громко сказано, да, адаптируем в этой жизни, то они сами найдут себя в этой жизни, и меньше народу у нас будет направиться на государственные попечения. Центр уже сегодня готов оказывать методическую помощь подобным учреждениям соседних регионов. Это отметил и министр Максим Топилин. Оцениваю неплохо. Нам сегодня удалось посмотреть несколько объектов. Пока еще новый, еще строящийся реабилитационный центр для детей-инвалидов. Я думаю, что из него получится очень неплохое учреждение. Тем более мы договорились о том, что в рамках программы «Доступная среда» мы будем использовать наработки коллег с точки зрения такого межрегионального подхода, с тем, чтобы те методики, которые используются в республике Якутия, могли быть опробированы и использованы в других регионах. Поэтому опыт есть неплохой. А вот как могут люди с ограниченными возможностями здоровья найти себя в будущем, министру рассказали в республиканском техникуме-интернате «Профессиональная и медико-социальная реабилитация инвалидов». Сегодня здесь готовят поваров, портных, продавцов-кассиров, обувщиков, индивидуального пошива. Качество изделий говорит само за себя. Изготовленные руками студентов предметы национальной одежды, обуви, успешно реализуются в Сахабулте. В республике наметилось увеличение очередности психоневрологические диспансеры. Здания подобного рода должны соответствовать всем санитарным и противопожарным нормам. Ранее, после посещения главой республики всех подобных диспансеров республики, было принято решение о строительстве новых зданий. И здесь необходима помощь профильного министерства. Сегодня мы как раз в поддержке Максима Туриевича, министра, строим Томоцкий неврологический центр. Сегодня поставили вопрос строительства Вилишского неврологического центра. И, в принципе, мы получаем поддержку. Кроме того, отдельно на селекторном совещании с регионами Дальнего Востока обсуждены вопросы, связанные с демографической ситуацией. Вплоть до 1991 года темпы роста населения на Дальнем Востоке были самыми высокими в России. В ближайшие годы страна столкнется с последствиями катастрофического сподорождаемости конца 80-х-90-х годов, так называемой демографической ямой 90-х. У нас по прогнозам, рассчитаны по оптимистическому и пессимистическому варианту, если мы даже будем развиваться инерционно, все равно будет сокращение численности населения. К 2025 году это будет составить где-то 140 миллионов, потому что численность сейчас у нас в стране составляет 146 миллионов, по прогнозам данного Росстата. А в 2050 году численность населения в России прогнозируется в пределах 113 миллионов. В целях повышения рождаемости в России на второго и последующего ребенка выплачивается материнский капитал. В 53 регионах России работает программа «Третий ребенок». В Якутии получателями республиканского маткапитала с 2011 года стали порядка 20 тысяч семей. Размер материнского капитала ежегодно индексируется. На сегодня семья получает 133,2 тысячи рублей. Также выплачивается субсидия на приобретение жилья семьям, родившим пятого ребенка и более. В Якутии размер социальной выплаты зависит от количества членов семей и колеблется от 1,8 до 2,6 миллиона рублей. За период с 2012 по 2015 годы выплаты получили 243 семьи. Такая же субсидия выплачивается семье, где появилась тройня. Несмотря на комплекс мер и финансовой поддержки в 2015 году, родившихся в республике оказалось меньше на 4%. На нежелание завести еще одного малыша в молодых семьях влияют и такие проблемы. Педиатров побольше бы, ну ничего хотя бы. А то детей много, а так-то население как бы никак растет, а педиатров мало. Да, у нас есть такая проблема, нехватки школ, нехватки детских садов даже есть, по-моему. Я несколько раз слышала, видела такие ситуации. Сколько появится новорожденных в этом и последующих годах зависит от продолжительности кризиса в экономике и как следствие развитости инфраструктуры. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.